Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят смотрел на протяжении долгих лет, как они переносили разные объекты с фотографий, собственно говоря, с Припяти, с самого Чернобыля, они переносили их внутрь игры. Все это оказалось настолько глобально невероятно, что прям вот, ну, сильно ждал. Я, в принципе, очень сильно поощряю разработчиков, которые делают что-то прям вот с нуля свое новое в сеттинге Сталкера, потому что меня все эти однотипные, однообразные модификации, которые боятся шагнуть вправо и влево от, ну, оригинала, собственно говоря, Сталкера, уже напрягают. А здесь было прям вообще с нуля все, то есть разработчики делали вот, ну, полностью твоя новая сюжетная линия, то есть все свои новые локации, прям было невероятно глобально, но вот беда всех таких проектов, практически всех. Они, блин, не выходят, ну, то есть не хватает ресурсов разработчиков, ни денежных, ни сил, ни времени, ни людей, и это просто, конечно, жутко. И вот, собственно, ответ с первого числа, вроде бы, если не ошибаюсь, разработчики, то есть это не слив какой-то там, знаете ли, плохой, это сами разработчики уже просто написали, что, мол, мы не нашли нужное количество людей, ресурсов, доделать пока что не можем, поэтому вот вам билд, играйте, смотрите, что у нас получилось, и это, это супер грустно. Правда, это, это прям вот настолько грустно, что даже местами смешно, ибо это не первый проект, который все ждали, который был таким глобальным флагманом, то есть если он выходил, было бы все прям прекрасно, но, видите, не вышел. Меня теперь, знаете, что еще пугает, что в течение какого-то времени мы с вами увидим какое-нибудь сообщение из разряда смерти вопреки 3 осколок тьмы, мол, больше не выйдет, ну, то есть все. И там даже не будем сливать наработки, он просто будет закрыт, заморожен, и мы будем плакать и биться в конвульсиях. Ну, это ладно, давайте оставим, наверное, немножечко, так сказать, всего этого плохого. Я, в принципе, не особо люблю проходить билды, потому что они не закончены, ты сейчас начнешь впрягаться в сюжет, а я уверен, что здесь он, к нему, неплох, и потом в какой-то момент он просто закончится на какой-то, не знаю, высокой ноте, да, и мы не узнаем финала, это будет прям неприятно. Поэтому прям прохождение я пока не обещаю, то есть посмотрим, конечно, по вашему активу, там, по лайкам, по комментариям, зашло, не зашло, но как минимум одну серию просто смотра я сделаю. Плюс, плюс подчеркну, разработчики написали, что они там и SDK отдадут, собственно, с модификации, если найдутся люди, которые смогут его продолжить, поэтому ссылки на, собственно, страничку AppPro этого проекта, на группу ВКонтакте, где есть, собственно, сами разработчики, все будет в описании, вступайте, там, не знаю, ставьте лайки там разработчикам, поддерживайте, тех, чтобы, не знаю, пришли силы, может быть, вы сами программист, который разбирается в разработке и сможете помочь, потому что такие проекты, ну, ну, довести до финала нужно, какими-то, не знаю, всеобщими силами, я, к сожалению, не могу это сделать, да, то есть моих знаний и программирования не хватает, но, может, кто-то из моих зрителей это может сделать. Все, на этом я болтовню заканчиваю, как говорится, поехали смотреть, что там здесь внутри, единственное, ребята, сейчас подчеркну это, там разработчики целый список написали того, как модификация должна ставиться, там есть небольшие проблемы с того, что локации полностью новые, с шейдерами, с тенями, короче, там целый перечень пунктов, как эту модификацию запускать, чтобы она правильно работала, и я это подчеркиваю для вас, запарьтесь, поставьте ее правильно, потому что я поставил ее неправильно, то есть у меня она не работала, я как-то криво, боком ее запустил, у меня, в принципе, на компе очень много разных копий сталкера, именно поэтому, возможно, есть проблемы, так сказать, с сейвами, с вылетами, с багами, собственно говоря, с логами и так далее, если будут какие-то артефакты, вот, на картинке у меня сейчас в прохождении, это не косяк билда, не косяк разработчиков, это я просто рукожоп, просто имейте это в виду, то есть лучше у себя поставить его правильно, нежели как это сделал я. Все, на этом заканчиваем, поехали играть, мастер-ветеран-сталкер-новичок, да поехали на мастере, посмотрим, как оно играется, я, в принципе, как говорится, не боюсь. 2012 год. Стрелок, пронжемеченный, отправился к центру зоны в третий раз. Во время рейда, побывав в секретных лабораториях с индексом Х, он нашел документы, которые дали информацию о том, что выжигатели мозгу, неизвестная всю установка, закрывающая доступ к центру зоны, рукотворно. Отключив ее, Стрелок открыл доступ на северзону Эджухерия. Проникнув в четвертый наркоблок ЧС, Стрелку удалось уничтожить ученых осознаниями, что не привело к исчезновению зоны. Это означало лишь одно, что существуют другие лаборатории, которые являются истинной причиной происхождения выбросов и появления зоны. Добравшись до Припяти, Стрелок отыскал военных, которым объяснил причину катастрофы вертолетного злина СКАД, что было направлено на ЧС с целью высадить десант и взять под контроль станцию. Вместе с военными он выдвинулся к месту эвакуации. После эвакуации из зоны Стрелок становится главным научным консультантом в созданном научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны НИИЧАС и начинает работу в одной из лабораторий института, находящейся непосредственно на территории Чернобыльской зоны отчуждения. С 2013 по 2015 годы. Вокруг периметра зоны отчуждения войсками объединенных сил охраны периметра вместо заслонов из колючей проволоки с блокпостами была возведена стена с комплексом систем уничтожения всего живого в санитарной зоне на расстоянии 3 километров от стены внутреннего периметра. Назвали этот комплекс сооружений «кордон». После возведения «кордона» удалось сократить проникновение на Большую Землю естественным путем мутировавшей флоры и фауны практически на 100%. Однако это не остановило контрабанду артефактами и проникновение сталкеров внутрь периметра с Большой Земли, а также не решало самую главную задачу – уничтожение причин появления зоны и всего, что с ней связано. Для этого в 2014 году объединенное командование сил охраны периметра зоны отчуждения принимает решение о создании разведывательно-боевого отряда специального назначения «Барьер». Основной задачей сотрудников подразделения становится сбор информации о угрозах внешнему миру в самой начальной стадии непосредственно на территории зоны отчуждения. 2017 год. Сотруднику специального подразделения капитана Филиппову под кодовым именем Филин поручается секретное задание проникнуть в центр зоны и добыть всю информацию о проекте «Отступник», который, по сведениям информаторов, проводится уцелевшими ученым из сознания, уничтожить все, что создано в стенах в оборотах. Получив сведения и последние детали операции от командования, Филин отправляется к центру зоны. Для этого он должен нанять проводника, чтобы попасть в район местности, которую сталкеры называют «Южная Топия». Там он должен встретиться с одним из сотрудников спецподразделения с кодовым именем Гриф, который должен будет помочь ему в подготовке и проведении операции на территории зоны отчуждения. Здорово, Филин. Ты, как всегда, точен. Ни аномалии тебе не помеха, ни мутанты. Здорово, Гриф. Да вот, спасибо, проводник хорош попался. Из него бы я бы еще три дня по этим топам был там. Здорово, Гриф. Встреча Филина с Грифом была прервана. Выстрел за РПГ не должен был оставить живых никого, но Филина увезло. Гриф, стоявший на линии выстрела, принял все осколки на себя. Проводник, как и Гриф, тоже получил смертельное ранение. Филина повезло второй раз, когда то, что он жив, заметил свободовец, который убил наемника, так и не выполнил шапунский заказ на устранение сотрудника спецподразделения Барьер. Эй, мэн, очухался? Но ты, видать, в рубашке родился. После такого взрыва только контузия делался. Повезло тебе, ни одним осколками зацепило. А вот товарищей твоих всех наповал. Эх, жалко мужиков. Спасибо, что не бросил. Но каков тебе интерес был спасать меня? Да никакого. Если бы найм тебя не добил, там танцы бы сожрали, пока за тлючки валялся. Просто еще не обстоятельств, с наемниками у меня свои счеты. Если бы ты не зашевелился, то я бы не подумал, что кто-то живой мог остаться после такой заварухи. А живых людей на корму танцам оставляет не в моих принципах. Жаль, что оружие о вашем взрывом покорежил. Пришлось его там бросить. А тебе с одним пистолетом опять бродить, но только костля будут разнить. Может, ты стволом поделишься? Ну ты, парень, совсем не скромный. У меня лишних стволов нету, да и патронов после ходки в обрез. Но здесь неподалеку есть блокпост, его сталкеры держат. Там мужиков и спроси, может, и придадут тебе что-нибудь. Ствол посерьезнее, измешу плату. Да, еще один совет. В заброшенной деревне не суйся. Там бандиты обосновались. Сам видел, когда мем проходил. Спасибо тебе, мужик. Спасибо, мэн. В карман не положишь, а в зоне сам знаешь. Долги принято отдавать. Если тебе помогли, будет добра твомощь, не откажи никому. Так что сочтем в следующей встрече. Ну, повезет, еще свидимся. Бывай. Нихрена себе начало. Мне, как бы, даже особо-то сказать здесь нечего. Так, слушайте, ну все, поехали играть. Блин, проблемы с ФОВ. Вообще, настройка ползунка ФОВа прям в менюшку встроена. Но почему-то у меня он не работает. Возможно, опять же, потому что я криворуко как-то все поставил. То есть там реально есть ползунок настройки дальности, так сказать, оружия, но беда вот какая. Ладно, будем пока терпеть со всем этим делом. Давайте осмотримся в плане, собственно говоря, карты. Здесь разработчики прям сделали полноценную топографию по всем каналам, как говорится, которые есть в разделе топографии. Ну, вот это явно Припять. Как говорится, не ходи к доктору. Бывали мы в этом месте. Знакомая, так сказать, для нас. Различные заводы. Завод Спутник. А, там улицы подписаны. Ну нет, это точно Припять. Ну прям треугольное расположение возле воды, мост. Хотя, конечно, могу ошибаться. Вот это, кстати, возможно, вполне сама ЧАЭСКО, хотя хер его знает. Тут вроде бы не подписаны ни улицы, ничего, ни заводы, к сожалению. Здесь тоже какие-то маркировки, но... ШК, это школа, наверное. Это какое-то... А, вот это НИИ. ВНСКО у нас там подписано. А это локации, на которой мы сейчас находимся, собственно говоря, сами. Вокруг нас просто огромнейшие поля радиации. 10, собственно говоря, ради или чего там у нас измеряется в час. Короче, очень много радиации. Можно прям откачуриться. Мы возле блокпоста, который нас должен вывести, получается, в южные зоны. Ага. А на локации много всего интересного. Нам сказали не ходить в деревушку, потому что там много бандитов. Но я здесь деревни не вижу. Наверное, это деревня, получается, которая слева от нас. Скорее всего. Вряд ли эти две эти деревушки. Блин, тут хоть бери учебник по топографии, открою. Потому что я в этих обозначениях, ну... Высоты, горы, холмы. Это еще понятно. Но вот дальше это просто смерть, смерть, череп, гроб. Так, ладно. Ну, в любом случае, карта огромная, объемная, большая. Не знаю, сколько она открытая сейчас вся в этом билде. Это будем разбираться по ходу дела. Так, южный блокпост. Привезти оружие. А мы не можем сами вернуться обратно. Но вот эти артефакты с светом и шейдером, ребят, это не билдовые. Это именно я, рукожоп. То есть, как бы, не удивляйтесь. Это нормально. В данном случае. Потому что я криво поставил модификацию. Но это... Я вот так умею делать. Так. Это ли не та дорога, где, собственно говоря, мы были? Мне почему-то кажется, что надо вернуться обратно. Сейчас все-таки посмотреть. Вдруг что-то осталось. По-моему, мы прямо здесь и были. Вот это поломанное дерево изогнутое. Но, похоже, ни хера здесь ничего не осталось. Реально, РПГ аннигилировало все. Вообще, странно. Там не только осколки. Там должны были нас зацепить просто, ну, волной. Ну, как бы, банальная волна огня. Не знаю, ударная волна. Нас должны были расщепить. Но, видимо, очень повезло. Очень. Сразу бросила глаза просто куча новых объектов. Именно текстурных. Которые смотрятся здесь прям как влитые. В принципе, немножко меняется вид сталкера в целом. О, ну аномалии здесь есть. И аномалии, и мутанты. Прям хочется везде полазить. Я надеюсь, что уже сейчас локации насыщены, ну, тайниками, нычками. Чтобы не просто так можно было ходить. Потому что просто так неинтересно. Вот если за что-то... А, так вот. Вот он тот самый наемник, который нас прессанул. Не зря вернулись. Слушайте. Вот его РПГшка. Так он не совсем... Твою мать! А я слышал его. Бляха! Тут радиации! Спаси меня, родная. Я слышал, когда мы шли в каком-то диалоге, что... Ну, когда нас парень нес этот собадовец. Что есть звук... Кровососа? Вообще не вижу его. Что за жесть? Где он? Он даже после удара не появился. Какого хрена? Слушайте, может я наушники перепутал? Я не понимаю. А, их еще и несколько. Ну, это все. Как бы это мы приехали. Это... Это просто... Да, да, да. Классно. Это потому что наушники, типа, не знаю, неправильно стоят. Но нет, оказалось все гораздо проще. Это кровосос именно так атакуют. То есть, не знаю, системой вихревой, что ли, нас закручивают. Он атакует меня не напрямую, а с бортов. Это ужасно. Э, ребята, ребята, не трогайте. Да, блин, дайте забрать. Я отсюда нахрен убегу. Ну, пожалуйста. Что у него? Тоже ПДА. Да дай ПДашку заберу и все. Я побежал. Все. Да. Нет, 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 нет. Нет, я заберу свое добро. Все, пока. Да, еще больше надломил костюм, я понимаю. Но оно того стоило. Так, нам теперь на блокпост. Все, 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 все. Я пошел. До свидания. А, правда, калаши поломаны в хлам. Но зато я ПДашки забрал. ПДА Василия. Собственно, с данными. Справа видел аномальное поле какое-то огненное. Но это потом посмотрим. Так, мы прямо перед блокпостом вроде бы, да? То есть тут, блин, собственно, дойти 5 метров. Я устал. РПГ подобрали весом 6 килограмм. Ну, может пригодится. Калаш, правда, совсем дробь нам поломаны. Так, по ПДашкам. ПДА Грифа заблокирован. Так, это наш, который проводник. ПДА Василия заблокирован. И, собственно говоря, ПДА Удава тоже заблокирован. Но это намекает на то, что, скорее всего, все это можно будет разблокировать. Я правильно понимаю? У нас еще и с собой Велес был. Нихера себе. Так, а это, я так понимаю, есть блокпост. Но что-то людей здесь вообще... А, нет, один есть. Зато аномалии слышно. Ага, кому-то херовенько уже. Я понял. Сейчас, дружище, секундочку подожди. Потому что, может, аптечки все... А, вот он, калашик более целый. Спасибо. Так, 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 так. А кто у нас здесь? Жены. Ну, держи аптечку. Просто мне нужны какие-то связи, люди. Как бы, сейчас я еще этому не помог был. Вообще совсем плохо. Спасибо, мужик. А кто это вас так? Да наемник один, скотина. Прикинь, сидим с батоном. По сторонам поглядываем. Тут этот урод как будто из ниоткуда бы появился, но нас прет. Спиной у него не поверишь. РПГ виси. Батон возьми, да и ляпни ему, что, мол, на псевдогиганта к нам в топе пожаловали. Походится ли комаров песных испугать, которые у нас здесь с кулачки вырастают. А этот найм падла. Достают стволы, его еще лишь батону в упор. А мне, видишь, остатки достались. Я, что странно, набивать не стал. Пролетелем не мог, как ураган. Видно, куда-то спешил. А после того, как раненый упал, найму вдогонок выстрелить успел. Возможно, зацепил, но эта сволочь даже не обернулась. Кажется, я догадываюсь, куда он так торопился. Ну да ладно, мне нужен какой-нибудь ствол. Есть что-нибудь на продажу, я бы купил. Да ты что, какие деньги? Ты мне где не оставил, я тебе помогу. Вот, возьми мой обрез, но хоть он старенький, но против мутантов хорошая штука. Вот неподалеку есть база, там можно подзаработать, если руки из нужного места растут. Снарягу свою подлатать, вооружиться получше. Как придешь на базу, сразу обратись к жгуту, он там главный. Найдешь его в кирпичном здании в подвале. Я ему сейчас сообщение сброшено к ИПК, он поможет, чем сможет. Да и за заботу нормально заплатят. Еще раз спасибо и удачи тебе. Быть может, еще свидимся. Да, вот еще что. У меня здесь на ТПХ есть тайник, он в красном автобусе. Теперь он твой. И тебе не хворать, до встречи. Нифига себе. Столько всего получили буквально за минимальную помощь. Так, ну продавать-покупать пока что нет смысла что-либо, поэтому до встречи. Наемник прям получается бежал сломя голову, он не успевал почему-то на заявленную точку. Не похоже на наемников, они ребята довольно пунктуальные. Странно, что блокпост из двух сталкеров, то есть их здесь в принципе было два, и одного он убил, а второго, как говорится, не смог дошить. Кончились патроны. Так, очень много всего нового. В ПДА отнышенное обнаружено открытие от выброса. А-а-а, тут не везде еще можно прятаться. Очень много инфы у нас сейчас залетело в ПДАшку. Надо сейчас осматриваться. Что у нас там, да и как. Здесь в принципе ПДА, я так понимаю, вещь очень важная. Так, нам пометили базу сталкеров. А-а-а, собственно, вот она деревня, скорее всего, бандитов этих. А-а-а, сратых. Тайник мы не получили, да, то есть. Прям тайник, тайник. Я пока не вижу здесь переходов. Если это все бесшовная карта, то я буду, не знаю, в истерике биться и кричать, но вряд ли. Это было просто невозможно. Он сказал, что в красном автобусе его тайник здесь неподалеку, но на карте он не помечен. То есть нужно, скорее всего, каким-то образом его просто найти. Я автобуса вроде бы не видел. КамАЗ был, но не автобус. Так, а здесь ребята нас обитали, да? В тайнике нихера. Нужно ли мне РПГ, у которого заряд 0? Вряд ли, как, в принципе, наверное, и калаш тоже, у которого, ну, просто 0. То есть он будет мне только тянуть лишний вес. Нам оно не нужно. Мы даже должны его продать, как бы, ну, это очевидно. Так, открывающиеся сундучки. Ну, ничего интересного. Ноутбук и компьютеры, слушайте, довольно целые. Но здесь, в принципе, есть рядышком завод. Возможно, ребята оттуда это все дело и достали. То есть нашли и достали. Так. Понятненько, понятненько. Так, по шмоткам у нас все не очень хорошо. Хотя, заимели себе ТПСочку. И заимели себе обрез. Что может быть лучше, как говорится, в таких условиях. Но красного автобуса я явно не видел. Хотя... Может, что-то и было подобное. Черт его знает. Блин, ну, ему не стрёмно. То есть его сейчас наемник сшил. Он здесь один остается на блокпосте. Рядом лежит труп его друга. Ему, как бы, все равно. Я бы на его месте немножечко заочковал. Не знаю. Запаниковал, может, даже. Но парню, видимо, все равно. Ладно. Так, поднимаемся наверха. А здесь склад местного разлива. Но я как чувствовал. Я как чувствовал. Здесь что-то должно быть. Блин, но, к сожалению, ничего нету. А так было бы сейчас интересно. Здесь что-то лежало. Ну, хотя бы консервочка какая-то, знаете. Нашел склад, получил вознаграждение. Но нет. Печаль. Печаль, беда. Ладно, ладно. Пусть будет так. База сталкеров, говоришь. Ну, значит, сейчас пойдем к базе сталкеров. А нам, получается... Стоп. Ага. Это выход с локации. Прям выход. А нам сейчас нужно будет идти обратно. Как раз-таки с тех мест, куда мы пришли. Опа. Блин, а там кровососы. Я с ними что-то как-то, не знаю, не подружился. Они какие-то здесь совсем лютые. Но выбора особо нету, поэтому придется идти. В принципе, просто по дороге, беги да беги, у нас Ксюха появилась. Может, немножко попроще станет. Хотя я не уверен. Это... Это рыба Мезозойского периода? Э! Что за херня? А-а-а! Ну и все, костюма нету. Классно. Залез проверить рыбеху. А это реально рыба. Твою налево. Костюм теперь просто нерабочий. Эх, сталкер рукожок. Надо же сначала кладать болт, потом уже лезть самому. Ну, как говорится, нас такому не учили. Так, красный автобус. Теперь я, блин, об этом думаю. Красный автобус. Какие-то мутанты, новые рыбы. Бляха, рыбы! Впереди собаки нету. Собаки не так ужасно, как... Простите меня, кровососы. Но это явно не автобус. Он же сказал автобус, правильно? Вроде бы машина какая-то. О, это я зря. Это я зря. Хотя... Не, ладно. С собаками немножко попроще, знаете ли. Не такие сильные, как... Чёртовые кровососы. Обычные собачки. Хвостики есть? А, тут в принципе нету никаких частей мутантов. Я понял. Ну, пусть будет так. Я не против. Меньше внимания, кажется, буду на дело уделять. То есть мутанты здесь не цель для добычи. Есть и есть. Вот там что-то прям... Что меня манит. Это не просто термальная аномалия. Мы такие уже видели здесь. Это что-то другое. И это в сторону нас куда? Аааа! То есть самые злочесные деревушки? Не, пока не пойдём. Мне кажется, у нас тут ещё дорога приведёт, поэтому как бы... Ну вот и первые хорошие вылеты полетели. Это нормально. Собственно, когда я криво ставлю модификацию, жаловаться на какие-то вылеты, но смешно. Криво поставил, криво работает. Всё правильно. Ну здесь прям какие-то пролаги такие по памяти, что ли. Как будто тяжело игре в принципе. В целом. Жабы, бляха, собаки. А можно как-то эту войну избежать и просто убежать? Ну, в теории. Ааа! Вообще плохо. Очень плохо. Блин, надо базы рукой подать. Единственное, что я по пути не видел никаких автобусов. Там лыщи плотьки. Ё-моё. БТР вижу. Вряд ли в нём какой-то тайник офигевший. О, у нас здесь и доктор, и техник сразу, и лидер жгут. Ага, всё отображается. Это прекрасно. Да тихо ты! Ля, падла, он просто набежит до самого конца. Ребята, если у вас есть оружие, помогите! Какой хер вообще жаба приезжала за мной, типа, выбежав из своего болота? Так как она... Блин, ей же плохо. Она же пересыхает без воды. Ужас. Бедная жабулечка. Это, кстати, игра, ребята, я ещё траву выкрутил в мини... Так, наверное, через ряда вылеты по памяти поставил сейчас лог. Действительно, там пишется, что, мол, 4 гигабайта, и дальше полетели. Потому что это не расширенный движок той же аномалии. Поэтому графику я немножко снизил. Хотя особых изменений, говорится, не заметил. Короче, если будете играть, ставьте средне-минимальные. Потому что сам движок игры здесь очень плохо себя чувствует. Стоит зенитка для защиты здесь у ребят. Это, конечно, поражает. Прям, ну, войти в эту базу невозможно. Такая штука здесь стоит. Прямо 100%. Так, что у нас здесь? Доктора, так понимаю. Медицинская помощь. Аптечки. Кстати, у меня аптечек нету. При этом у меня 200 тысячи денег. Я бы, наверное, себе парочку купил на будущее. А то сталкер без аптечки это такое себе. Шкафчики, но они все заперты. Здесь прям лечебное отделение, вам скажу. Даже склад местный есть. Такой он, зараза, пустой. Это пока самое напрягающее, что настолько все обставлено. То есть локация такая довольно живучая, но при этом в объектах все очень пусто. А здесь тайник, я так понимаю. Но это было очевидно. Так. А это местный техник у нас, да? Бюро. Блин, столько вот прям вообще новых объектов, которых раньше нигде не видел никогда. Это, не знаю. Делает намного более интересный просмотр. Опять же, потому что устали от этих локаций, которые уже все по 10 тысяч раз использовали в своих модах. Когда такое видишь, прям приятно. Так, ты взломать ПДА умеешь? Да, имеется опыт. Если тебе нужно, обращайся. Я принес ПДА на разблокировку. Грифа. Василия. Хорошо. У нас кончились деньги, да? Я понял. По 1000 рублей от каждой. Один ПДА не разблокировали. Сейчас придется деньги, говорит, где-то искать. Может, можно немножечко распродаться. Плюс он еще их не сразу разблокирует, а с помощью какого-то времени. Ну ладно, ладно. Вдруг там что-то важное и интересное. То есть один из парней это наш информатор. Он должен был что-то о зоне знать больше, чем мы. Так, прибытие на базу сталкеров. Вопрос теперь на миллион, а где вход в нее? А, все-таки все довольно просто. Оказалось. Я думал, что все будет немножко посложнее. Странно, что на вышке нету снайпера. Стоит такая вышка центральная, но там нету снайпера. Почему-то снайпера стоят в других местах. Так. Нам предлагали вроде к лидеру идти куда-то в подвал спускаться. Это явно не подвал. И это явно не лидер. Так, а где же вход тогда к нему? Тут все двери заколочены. Во, блин, а? Ну не через дырку же в земле к нему лезть. Хотя. Слушайте, а почему бы не сходить? Я не знаю, конечно. Тут, мне кажется, миллиард причин, почему сюда не нужно идти, но... Я очень хочу сюда залезть. Какие-то подземные коммуникации. А, прям под воду? Ага, классно. Подводный кармашек. Но здесь нету ни черта. Зачем сюда пришли? Непонятно. Но посмотреть-то хотелось. Так, тихо-тихо. Блин. Спокойненько. А, у нас еще направо проход есть. Так, подождите. Приключение не закончилось. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. И здесь тоже, зараза, закрытая какая-то дверца. Ну, ради любопытства я сюда залез, посмотрел. Место интересное у вас здесь под базой. Да, действительно, это так. А теперь, пожалуй, наружу выберемся обратно. Ёлки-палки. Так, ну это, скорее всего, тот самый лидер, только он там где-то снизу находится. Как к нему попасть, я не помню. Это же он. Да, это лидер Жигут, но сказали, что там он с подвала как-то. Ну, вроде как снизу к нему заход. Вряд ли сверху. Сейчас с крыши к нему залечу. Братан, есть какой-нибудь здесь? Нет, здесь все ребята очень умно и красиво заложили плиточками. Просто так к нему не попасть. Ладно. Пошли, если бы логичный проход. Мне говорили, что должен быть какой-то, ну, подвальчик. Так что будем искать именно подвальчик. Вообще, конечно, мы не спешим. То есть, надо походить, посмотреть. Ага. Политбюро ЦК КПСС. Товарищ Брежнев. Офига себе. Слушайте, интересно. Так, здесь спуск, здесь шмотки. Душевая кабинка даже рабочая. Сталкеры, внимание. Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. А я в укрытии или нет? Вот что вопрос. Я просто максимально под землей. Но вроде как сюда сталкеры, другие спускаются. Скорее всего, я пришел в правильном направлении. Я практически в этом уверен. А это как раз-таки лидер. То есть, базу себе обустроил. Что-то двери понаставил какую-то, не знаю. Ковер повесил. И кроватку поставил. Молодец еще. Так, вдруг, на тебя-то искали, получается. Здорово, филин. Судя по описанию, которое мне жены скинули, это именно ты. Вижу я, что мужик ты правильный. Раз раненого лицом еще не оставил. Для таких у нас старый работенка найдется. Здорово, жгут. Да, это я. Отработка откажусь, особенно если она хорошо оплачиваемая. Есть у меня одна работенка. История тут на приключилась. Один из наших должен был еще вчера вечером на базу вернуться. Заказ для меня принести. Но на базе он так и не появился. И ни слуху о нем, ни духу. А что за заказ, если не секрет? Да, какой секрет? Я шустро на затоне заказал для себя хороший ствол. А времени забрать все нет. Ну, то мутанты, то бандиты возле базы трутся. Не могу я в такое время ее без присутствия оставить. Если найдешь парня с заказом, полущественную награду. Ну, а если не найдешь, то, как говорится, на нет и сюда нет. Как и награды. Хорошо, скажу, посмотрю. Так, по поводу выбора он ничего особо не подскажет. Я понял. Так он же обещал мне еще какую-то плату, вроде как, за то, что я парня спас. Или плата, что с меня здесь в принципе разговаривают. Понятненько. Ох, так у вас на базе есть и серьезные личности. Понял. Разговаривать ребята не хотят. Так, ясно. Только нихера не ясно получается. Единственное, что я заметил, может быть с помощью бага, может быть нет. Вот тут я видел квестового персонажа. На этой точке какой-то болотной. Которая мне очень нужна. И появился топ-квест. Нас проверить место последней связи. Понятно, понятно. Я для начала сейчас хочу, ну все-таки, посмотреть, что у нас в ПДАшках было, которые мы сдали. Плюс сейчас может быть немножко расторговаться и еще один ПДА взломать. У нас остался ПДА у Дава. По деньгам здесь есть же именно торговец? Да. Или есть, чтобы, собственно, к нему зайти. Блин, а поспать здесь есть где, ребята? Кроватка. А, она вон возле медика. Ладно, тогда просто подождем окончание выброса. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить здесь никто не пострадал. Так, нет, ну не пострадал, выброс закончился. Там, кстати, кто-то попадал. Судя по звуку это были вороны. А здесь везде ребята сели. С эфэнками сидят, слушайте. Какие могут быть проблемы с бандитами у этих сталкеров? Мне кажется, это какая-то надуманная проблема. Да, действительно валяются вороны. Все стало мрачно. Я бы даже сказал, что стало немножечко красивее, чем было, когда мы до этого пришли. И все было слишком светло. Вот, нет, 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 верните, верните пасмурность. Она была очень даже кстати. Так, торговчик у нас где-то вроде бы здесь находится. В этой части. Ой, там еще и музычка играет, ты посмотри, а. И дверцы открываются. Классика, а. Я, пожалуй, музыку вырублю, потому что мало ли там что-то с авторским правом будет неприятное. Всегда есть в баре какой-то полупьяный мужчина. И всегда есть бармен, который стоит за стоечкой. Не подскажешь, что-то укрыть от выбросов? Да, спасибо. А теперь по поводу торговли. Угу. Так, детекторы купить может. И на этом все. Блин, 750 рублей. Нам нужно тысячу для взлома. И ничего больше он не покупает. А почем тост за кассарь 200? Блин. Игра прям предлагает. Вот иди сначала сделай задание первое. А там дальше что-то поговорим. Ну, привет. Сталкеры вообще не разговаривают. Блин, может медику втюхать антирад? Я не знаю. Оно должно как-то действовать в таком ключе. Я же не могу торговать только, не знаю, откликами. Алло, дружище. А, это листик. Что-то ты... Торговать. Нихрена не покупает ничего. То есть один из ПДАшек мы уже не сломаем, потому что я потратил деньги на аптечки. Какая боль. Так, ладно. Короче, пока тогда сейчас ляжем поспать. Посмотрим, что у нас там в ПДАшках, в тех которых есть. А давай прям вот так вот. Ага, инфы нику не пилось, я так понимаю, да? И еще раз в 4 утра. Выброс произошел, а ПДАшки не взломали? Это что, шутка какая-то, мужик? Ты же сказал, у тебя есть там, как говорится, рука набита, вроде как умеешь. Э! В смысле ты спать лег? Это что за приколы такие? Взлом, он спать лег. Ладно, давайте еще до 11 поспим до дня. Отлично. Все, взломал. Взлом ПДА, ПДА Василия, ПДА Грифа Сейчас-то мы информацию-то и получим Так Да Спасибо, все, понял Свою работу сделал, молодец Так, теперь как бы это все дело еще прочесть ПДА Василия разблокирован Абонент О, сколько просишь за инфу Эх, а сколько не жалко Вдруг я запрошу больше, чем вы сможете дать Не борзей, сталкер, на таких как ты у нас своя роценка имеется О, не кипешой наемник 10 тысяч зеленых, и мы в расчете Сначала инфу, придурок, попрошу не выражаться Место встречи, или идешь далеко и надолго Ясно, ясно, ребята, встречаемся Этот пях, кроме меня его туда никто не поведет А остальные, кто эти места знает, еще сходок не вернулись На счет поступили платежи Суним 10 тысяч евро, ловите координаты В этой точке мы будем в 14.00 Так что не опаздывайте Мы никогда никуда не опаздываем, а вот если ты нас подведешь То лучше сам пригнивляешься на мали Понятно, наш проводник Василий Скрысил, собственно, ряд наемников За 10 тысяч долларов, скорее всего, которые липовые Которые потом были отозваны, и его еще самого убили Ну, идиот, что поделать ПДА Грифа Мне удалось найти место расположения входа В главный комплекс лаборатории Х-17 Но он блокирован силовым полем Нужно искать другой проход Пока была возможность, я собрал всхрон боеприпасов и жратвы Так как достать их тут негде А без них операцию поничтожению объекта провести будет невозможно Для Филина Есть информация, что Стрелок знает место расположения лаборатории Х-17 Нужно поговорить с ним, это важно В его интересах помочь Координаты лаборатории Стрелка Здесь тоже скинуты Аааа, блин, теперь очень хочется ПДА удало взломать Ну, я так понимаю, здесь, судя по, помните, по предыстории О, у нас, кстати, появились наконец-таки переходы Стопей на автобазу Все подсветилось Как раз к себе нужно идти по сюжету Добраться до лаборатории Стрелка А он у нас работает в НИИ какой-то местный Да, если не ошибаюсь Все переходы пооткрывались Буквально вот ПДАшечки взломал Слушайте, блин, ну это очень интересно Правда, вот реально нужно будет сейчас переиграть Скорее всего, с начала моего прихода сюда в базу И не покупать аптечку Ну, на одну лишнюю Взломать еще ПДА Того третьего паренька Который нам навстречу шел Чтобы, как говорится, знать Что да и как А, или подождите У ДАФ это, скорее всего, наемник Это ПДА-то у наемника Это вообще супер важно Блин Действительно нужно, ребята, будет переиграть Это прям 100% Я на этом предлагаю первую серию закончить Такого смотра Пока не знаю, что и как Может быть, какой-то репак Подождать от каких-то сборщиков Чтобы уже все было настроено правильно И работало гораздо лучше Потому что, опять же, поощркну Увидели очень много артефактов С шейдерами, стенями Потому что я криво поставил Тысяча грец извинений, ребята Но вот так получилось На этом пока остановимся Опять же Ждем, может, какие-то репаки Какие-то, может быть, патчики Плюс посмотрим по активу Если хорошо зайдет То, я думаю, поиграть В данную модификацию стоит Потому что, ну Это прям интересно Это прям по-новому На этом у меня все Всем еще раз спасибо Всем удачки И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok